Несмотря на то, что эта история длится уже пятый месяц, истец и ответчик лицом к лицу сегодня в суде встретились впервые. Еще прошлой осенью женщина, которую запечатлели камеры видеонаблюдения кредитной организации, оформила заем. Для заключения договора предоставила, как выяснилось позже, паспорт Альбины Шаймулиной, только со своей фотографией и пропиской. А когда сама Альбина решила купить автомобиль и оформила заявку на кредит, то получила отказ на основании того, что является злостной неплательщицей. Четыре месяца, конечно, это очень долго уже рассматривается, вот это все, и устала физически и морально устала уже от этих всех разбирательств. Просто сил больше нету, как бы приходишь, плачешь, уходишь, плачешь в данном случае, но это очень сложно. Альбина оказалась должна 38 тысяч рублей. Деньги судебные приставы начали снимать с арестованного пенсионного счета ее дочери. И это несмотря на то, что женщина уведомила директора микрофинансовой организации о том, что договор заключен по поддельному документу. Заявление о судебном приказе подано было в конце октября, в начале ноября. То есть на тот момент наша организация не знала о том, что заем заключен иным лицом по поддельному паспорту. Но приставам, да, действительно, есть такая ошибка, отправили, но это не более чем просто ошибка техническая. Просто все люди, юристы тоже люди, ошибаются, судов у них много, поэтому это связано только с этим, а не с какими-то там злыми намерениями. По мнению директора, договор признать недействительным невозможно, так как он, учитывая обстоятельства, считается незаключенным. Однако сама Альбина продолжает настаивать на расторжении договора, дабы восстановить свою испорченную кредитную историю. Могут поменяться юристы в данной организации, может поменяться руководство, которое, в принципе, не знает о том, что кредитный договор не заключен. То есть он у них хранится в базе, соответственно, также может произойти двойное взыскание снова. И опять истиции придется обращаться в суд о дабы отмене данных судебных приказов и взыскании опять уже денежных средств. То есть замкнутый круг фактически. Учитывая то, что в возбуждении уголовного дела Альбине Шаймулиной отказали, в дальнейшем она планирует обращаться в прокуратуру. Ведь осознание того, что где-то существует человек, который использует ее паспортные данные в своих целях, лишает Альбину спокойной жизни. Светлана Белова, Дмитрий Рыженко, эфир 24.